Всем привет, ребята! Меня зовут Богатей Шиди. Добро пожаловать в новое видео! Внимание многих сейчас приковано к Китаю, но многие видят только лишь протесты и банковский хаос. На самом деле все гораздо глубже и люди даже не понимают насколько. За последние 30 лет Китай стал настолько огромен экономически, что его коллапс может спровоцировать огромные цунами по всей глобальной экономике, последствия которых будут ощущаться в США, в России, в Европе и в Японии. Причем будут ощущаться очень-очень долго. Сегодня я хочу показать тебе несколько вырезок из интервью разных аналитиков о том, что на самом деле происходит в Китае. После просмотра ты поймешь, что коллапс Китая уже наступает. И если он ничего не сделает, если он не трансформирует свою экономику и не справится с демографическими проблемами, это может иметь большие последствия не только для него, но и для всех нас. Но прежде чем мы начнем, я буду очень рад, если ты поддержишь это видео лайком. На прошлом видео про Китай мы набрали почти 7 тысяч лайков за 20 часов, и это очень мотивировало меня снять это видео. Большое спасибо за твою поддержку. Итак, начнем. Китай сейчас в хаосе. Рост экономики замедляется. Банковские протесты, ипотечные протесты. Точно то, что я прогнозировал в прошлом году, когда мы говорили о том, что Китай начнет на нас лаять. Очень трудно управлять авторитарными странами, ведь граждане любят в таких протестовать, когда их уже доконают окончательно. И вот началось. Китайская экономика растет очень медленно. За прошлый год она выросла на 5,5%, но в этом году она выросла только на 0,4%. Ковид знатно приложил к этому руку. Но теперь есть серия банковских протестов, и СМИ пытаются разобраться, что конкретно тут происходит. В нескольких провинциях банки заморозили выводы средств с апреля месяца. Звучит, как будто криптовалютная биржа какая-нибудь, да, которая заморозила выводы. Перед этим банки предлагали необычно высокие процентные ставки. А вот это уже звучит, как какой-нибудь скамный DeFi проект, который предлагает держать крипту под большущие проценты. Я думаю, это похоже на 2008 год. На финансовый кризис того времени, который был спровоцирован пузырем недвижимости. В Китае сегодня свой пузырь недвижимости, который уже в состоянии коллапса. Множество вещей в Китае происходит одновременно. Власти не говорят, сколько денег было заморожено. Протестующие говорят, что это миллиарды долларов. После месяцев бездействия и игнора клиенты банков начали протесты. Правоохранители и провокаторы начали применять насилие к ним. И в среду завирусилось видео, что правительство отправило танки на защиту банков. Около 500 лет назад был император в Китае, который запретил строительство кораблей и запретил морской флот. Из-за этого Китай отрезал себя от глобальной торговли и поэтому сильно отстал от Запада, который вместо этого исследовал и колонизировал новый мир. Китайская цивилизация была намного более развитой, чем Европа тысячи лет назад, но после этого судьбоносного решения сильно откатилось назад. Все из-за решения императора фактически закрыть себя от всего мира. Нужно задать вопрос, а стало ли именно это автократическое решение к крахам китайской экономики тогда? Да, стало. И кажется, Китай также совсем не учится и на чужих ошибках. Локдауны не работают. Вирус нельзя остановить, он все равно просочится. Даже Байден, я видел, заразился им на этой неделе. За последние 30 лет китайская экономика выросла с 318 миллиардов долларов до почти 900 триллионов в 2022 году. Невероятный рост. ВВП на душу населения выросло такими же темпами. С 318 долларов на человека до 12,5 тысяч за 30 лет. Это рекорднейший рост в истории человечества. Китай теперь составляет 20% мирового ВВП, а 30 лет назад это было всего 2%. Причиной такого роста стало производство. Производство составляет треть экономики Китая. И производство как сектор росло на 25% каждый год, начиная с 2008. Но в 2022 внезапно оно выросло только на 6%. Это исторический минимум этого показателя за последние годы. Производство это драйвер экономики Китая. Это как негласный договор между Компартией Китая и народом. Дайте нам больше безопасности, еды, домов, улучшения жизни, растите нашу экономику, а мы поддержим Компартию. И проблема правительства Китая сейчас в том, что основы экономики Китая внезапно начали замедляться, а то и падать. Производство замедляется. Затем недвижимость. Рынок недвижимости занимает большую часть экономики Китая. В 2005 году было продано недвижимости на 250 миллионов квадратных метров в Китае. В 2021 году эта цифра достигала полутора миллиардов. Каждый год этот показатель все рос и рос. Так что и количество недвижимости, которое строилось, тоже росло как сумасшедшее. В этом году недвижимость начинает переживать коллапс. Первое такое падение недвижимости за последние 7 лет. И это очень влияет на коллапс экономики в Китае прямо сейчас. Далее идет финансовый сектор, который занимает около 80% экономики Китая. Он тоже все рос и рос, потому что связан с производством и недвижимостью. Теперь он не просто замедляется, но местами даже останавливается. В Китае есть активы на сумму 58 триллионов долларов. Они генерируют прибыль около 700 миллиардов долларов в год только лишь для финансовой индустрии. Это страхование, банкинг, кредиты и так далее. Но теперь возник конфликт, который разваливает все на куски. Фактически экономика Китая выросла на том, что сегодня работает с проблемами или не работает вовсе. Это очень-очень опасно. Преимущество Китая заключалось в долгосрочных инвестициях, в централизованном планировании и так далее. Но чтобы этого добиться, Компартии Китая приходится как-то удержать людей в узде. Чтобы это сделать, у них были и есть, например, локдауны и другие механизмы регулятивного контроля над людьми. Но в реальности это стало началом раскручивания спирали сомнений и потери веры. Есть ли в экономическом росте Китая ядро, которое может его спасти? И что это за ядро? На очень макроэкономическом уровне у Китая есть одна большая-большая проблема. Это население. Сложно подсчитать все супер точно, но население Китая очень старое. Это результат политики, которая разрешала только одного ребенка на семью на протяжении очень длительного периода времени. Китай очень старался адаптировать эту политику. Но в реальности мы видим динамику сокращения населения Китая почти на 50% до 2100 года. Это очень-очень плохая ситуация. Когда у тебя сокращается население, экономика должна меняться. Почему? Когда у тебя молодое население, как у Китая 20 лет назад, когда они только-только присоединились к Всемирной торговой организации, или как у Индии сейчас, у тебя есть множество молодых людей, которых можно привлечь в экономическую активность. Например, в производство, дать им там рабочие места. Проблема в том, что рано или поздно они становятся старыми для таких работ. Они больше не могут работать на экономику, зато на них приходится тратить все больше и больше денег. Поэтому, если население уже сильно старое по большей части, твоя экономика должна меняться. Если у тебя нет большого количества молодых людей, которые постоянно растет, и которые могут занять эти важные экономические места, чтобы потом платить тем, кто работать уже не может, нужно что-то делать. И это огромнейшая проблема Китая. Поэтому, когда ты видишь, как они говорят о целях роста ВВП в 6%, ты, наверное, думаешь, как уже такая огромная экономика может вырасти на такие проценты. А все потому, что они сами реконструируют то, что им нужно для создания экономической активности в Китае. В Америке, например, 2% роста ВВП – это просто великолепно. Но даже 6% роста для Китая – это неустойчивый рост, учитывая, что происходит внутри Китая. 6% не создают достаточного расширения экономики для того, чтобы содержать старое население. Это очень большая проблема для Китая. Так что Китаю нужно сделать? Подумать, как стать конкурентоспособным. Субсидии? Они этого не сделают. Что может сделать правительство? Это долгосрочные налоговые льготы, которые помогут компаниям продолжительное время увеличивать свои доходы. Почему китайские рынки капитала испытывают трудности? Да потому что там никто не знает, а какими будут доходы-то на длинной дистанции? Как это прогнозировать теперь? Это уже не так просто. Вот почему Китаю нужно срочно себя переделывать. Им нужно увеличивать свое население хотя бы за счет эмиграции. Своё молодое население. Китай уже пытается делать это с помощью Юго-Восточной Азии или даже Африки. Они попытались искусственно создать растущую пирамиду именно молодого населения. Но пока что у них с этим проблемы. Соотношение коэффициента рождаемости к коэффициенту смертности упало до 1,1 в 2021 году. Для того, чтобы твое экономически активное население оставалось таким же, хотя бы таким же, этот коэффициент должен быть равен 2,1. Но у Китая он даже ниже, чем у Японии, где проблема стареющего населения тоже стоит остро. В Японии он составляет 1,3, в США 1,6. Но США выходит выше 2,1 из-за эмиграции, а у Китая этой эмиграции нет. Поэтому у Китая есть большая демографическая проблема. Если посмотреть статистику, то население Китая будет сокращаться на 40% с каждым поколением. Безумные цифры. До 2100 года население Китая будет составлять 600 миллионов человек. В следующие 10 лет Китай переживет демографический коллапс. К тому же Си Цзиньпин говорит, что китайская экономика должна двигаться к коммунизму. Фактически они сейчас уничтожают предпринимательство у себя в стране. Разрушают те принципы, на которых их экономика так успешно выросла за последние 30 лет. Это просто безумие. Ко всему этому добавляется долговой кризис и кризис недвижимости. Так что кажется, что все складывается против Китая. Но что же это значит для нас? Я думаю, зависит от того, как посмотреть, экономически или геополитически. Я думаю, что если посмотреть с точки зрения экономики, это плохо для нас. Потому что китайская экономика вторая в мире и связана со многими экономиками. Очень много зависимостей и связей. И если китайская экономика переживет коллапс, она настолько огромная сейчас, что это будет иметь глобальные последствия. И они будут заразными. Но правда в том, что если посмотреть на это геополитически, с этой точки зрения это хорошо для нас. Почему Китай стал такой угрозой? Все из-за такого огромного роста экономики за последние 30 лет. Но что они сделали с этой экономикой? Они превратили свою экономическую силу в военную. И это дает им возможность теперь угрожать своим соседям. Становиться все более воинственными. Брятцать оружием в сторону Тайваня. И если их впечатляющий рост экономики продолжится, нет никаких сомнений, что они попытаются утвердить свое влияние над Восточной Азией. И если их growth, если их впечатляющий рост экономики продолжится за последние годы, как оно угрожает до сейчас, Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok